Они сражались за Родину. Проект Дмитрия Куринова. Интервью с ветераном Великой Отечественной Войны. Парнасов Анатолий Александрович. Интервью и литературная обработка Дмитрий Куриной. Родился я в городе Елисаветграде, ныне Кировоград, 15 сентября 1926 года. — Братьев и сестер у меня не было. Единственный ребенок в семье. Отец мой был военным инженером. Как мне рассказывали, он пришел домой и говорит матери. — Маруся, собирайся, мне повестка в Москву. Она шум, туда-сюда, как же ребенок. Мне только два года исполнилось. Ты едь туда и пришлешь нам телеграмму, когда устроишься, потому что он не знал, куда едет и что будет там делать. В общем, поехал он в Москву, а мы остались с мамой в Елисаветграде. И так она его и видела. — Я рос, хорошо помню 34-й год, когда убили Кирова, а наш город переименовали в Кировоград. В этот период забрали дядю и других родственников. И так мы их больше и не видели. А моей маме сказали, «Быстрее уезжай, потому что и тебя заберут». Она поехала в Одессу, а я остался с бабушкой и маминым братом Сережей Алексеевым. Так я и жил. Прошло немножко времени, мама дозвонилась и договорилась, чтобы меня посадили на поезд до Одессы, а там меня встретят. Встретили меня. Мама устроилась на завод на пересыпи. Тропично-канатный, вроде так он назывался. Мы поселились в общежитии, квартиры не было. В общежитии было человек 60, и моей маме дали место в уголочке на втором этаже. Их всех называли комсомолочки. Вся молодежь там жила. И вот они пристали к моей матери. Почему ты не получаешь пенсию и не узнаешь, куда делся твой муж? В конце концов, они заставили маму, мол, мы напишем письмо Крупской. Как раз это было перед выборами с 36-го года на 37-й. Пускай ищут твоего мужа. Прошло, наверное, недели две, и маме приходит телеграмма из Москвы. Приглашение посетить Москву на прием к Крупской. На производстве целая паника. Куда там такое время? Короче говоря, собрали деньги, пошили мне костюмчик, и мы поехали в Москву. Приехали. Я уже так сумбурно помню. Какая-то старушка подошла ко мне, погладила по головке и говорит, мы твоего папу нашли. Оказывается, он был главным инженером, строил завод имени Кагановича. Фамилию он изменил, стал Авдеев Парнасов. Поговорили они, и в конце концов был назначен суд. Я пришел туда с мамой, мне одели красивую детскую форму. Стоял такой длинный стол, за ним сидели три человека. Судья встал, позвал меня, иди сюда, мальчик, и обращается к моему отцу. Я ведь его почти не видел, не помню, мне тогда было два года всего. Вот ваш сын, а он, это не мой сын. Судья засмеялся, говорит, посмотри в зеркало на себя и на него, это твой сын. И присудили ему за все десять лет, что он не платил, а платить алименты. Неделю побудете с мальчиком в Москве, будете водить по музеям и везде. И меня мама целую неделю водила по Москве, усмехается, и на выставку, и в мавзолей, и в два музея. В общем, я везде побыл. Побыли мы в Москве и поехали домой. А почему он так поступил? Он думал, что вы не его сын? Нет, он влюбился в мамину подружку, Авдееву. И в тот период, когда я приехал, у него уже было двое детей, сын и дочка. Вот такой первый период детский. Я просто хочу, чтобы вы в курс дела вошли, улыбается. Да, еще был один случай, я со своей мамой ходил в баню, и так получилось однажды, что я подошел к тете Маше и сказал что-то вроде, что это у вас? С тех пор мама меня в баню больше не водила, смеется. Я уже ходил мужскую. Вот так. Проходит немного времени, а девки тогда заводные были. Чего ты будешь в этом общежитии у нас жить? Напишем письмо Сталину. Ты уже у Крупской был, теперь сделаем, чтобы тебе хотя бы комнатку выделили. Там как раз директор завода стоит. Это уже приблизительно после выборов 37-го года было. Вздыхает. Короче говоря, написали, заставили меня переписать и поехали. И так быстро, за две недели, на завод приехали НКВДшники, а тогда был такой период тяжелый, всех хватали. Пришли к директору, директор перепугался. Вот у вас работает такая-то, маму мою назвали, Витковская Марья Ивановна, с сыном. И вы что, не можете жильем обеспечить? Немедленно по решению выше выдать квартиру. И вот после этого нам выделили квартирку, где мы и проживали до начала войны. Она была в районе кабельного завода, где поворот на зерновой, как раз там, на углу. В тот период у нас начали показывать кинофильмы, появились аппараты везде. Рядом была столовая, и вечером прямо там ставили аппаратуру и крутили фильмы. Какие, например? Ой, отличные были. Ну, какие я помню. Чапаев, трактористы, мы из Кронштадта, балтийцы, моряки. Много-много всевозможных. Я пристал там к механику, поинтересовался, он меня научил, и я начал с аппаратуры вечером сам пускать фильмы. Он себе сидит, следит, а я кручу, улыбается. Потом я переключился, был я озорной, малый, не хотел заниматься. Только меня интересовала вот эта механика. Пришел к ребятам в кинотеатр имени Октябрьской революции, рассказал им, что я работал там-то, я в курсе дела мал, возьмите меня к себе учеником. А где этот кинотеатр находился? На Пересыпи, сразу за мостом. А в переулке, где сейчас ради детали продаются, был сад Делда Трофима. Там все время шли концерты, потому что тогда на Пересыпи народу кишело больше, чем сейчас на Дерибасовской. Это ведь рабочий район был, там вся промышленность находилась. А что значит сад Деда Трофима? Это заведение какое-то или что? Я слабо представляю. Ну, так и назывался сад Деда Трофима. Там сцена стояла, и беспрерывно концерты шли, артисты приезжали, и Райкин приезжал, и Шульженко приезжала. Все. В общем, то, что надо было. Жили мы тогда очень-очень бедно. Все кормились пирожками с горохом по 4 копейки. До 1939 года было тяжело, потом стало легче. А когда началась война с финнами, все появилось в магазинах. Хлеб появился, сладости всевозможные. Каждый праздник, как бы ни ругали правительство, не было ни одного случая, чтобы подняли цену на какой-то продукт. Ни разу до войны такого не было. Наоборот, снижали. На апельсины, на мандарины и так далее. Набрасывали только на выпивку и на сигареты. А в школу-то выходили? Неа. Вот так получилось. На пересыпи, когда жил, шесть классов окончил. Ну, а потом уже занимался, когда из армии пришел. Вот такие дела. Мать вас не ругала за то, что вы школу не посещаете? Она работала. Тогда как раз этот период довоенный как-то быстро проскочил. Но у меня была такая особенность. За что бы я ни брался, у меня все получалось. Все. Потом я в дальнейшем расскажу. Перед войной ходили слухи какие-нибудь? Нам запускали всевозможные фильмы, везде говорили, и перед войной мы уже знали, что будет война. Но когда она будет? А в ночь с 21 на 22 июня помню какой-то сильный шум, прожекторы. Мы как раз тогда демонстрировали цветной фильм «Серенада Солнечной долины». Народу полно, ночной сеанс. Потом прошло пару часов, узнали, в чем дело. Вот так оно началось. После этого в Одессе началась блокада. Все, кто мог, стали текать. Кто не мог, остался. Кинотеатры все были закрыты. И получилось так, что меня уже в городе знали киномеханики. Один старший механик пришел, он тут рядом жил у нас, говорит, идем в кинотеатр имени Горького камня, будешь демонстрировать фильмы. У меня есть один демонстратор, мне нужен ты на второй аппарат. И вот я стал там работать. Мы демонстрировали фильмы, мы из Кронштадта и Балтийцы постоянно. Моряков приводили, они смотрели кино и на фронт. Вот так я какую-то лепту тоже приносил городу в тот период. Как с питанием было в то время? Плохо. На Дерибасовской работала большая столовая, кушали то, что было, а потом румыны подступили ближе к Одессе, уже начали обстреливать. Вас не гоняли на какие-то работы, окопы рыть? Меня не трогали, я же работал, но я побывал один раз. Мама говорит, пойдем сядем на двадцатый трамвай, там хотя бы помидоров соберем и виноград. Я отпросился у механика, мы сели на двадцатый номер и поехали, и попали прямо на передовую. Попали, и давай быстрее собирать помидоры. Тут подбежал один солдат, текай отсюда, ты видишь, что делается, тут румыны наступают. Мы поприседали, набрали пару ведер и текать, смеется. Привезли домой, красота, сразу помидорчики порезали, огурчики, вот так я побывал на передовой пацаном, могли шлепнуть. А потом зашли румыны, город был пустой, а я был такой разбойник, побежал в порт, мы к тому времени уже жили здесь, в центре, даже видел, как последний кораблик ходил в пять часов. Взял там, что мог. Попался мне бочонок, маленький такой, я его принес, а оказалось, что это собачье сало. Мы его съели, потому что румыны пришли, жрать было нечего, потом горох взяли, еще кое-что, и так крутились. Да, самое главное не рассказал. В тот период, когда наши ушли, тогда все начали сдавать приемники, не разрешалось иметь. Рядом с оперным театром клуб-интернат был, и туда их несли, а я умудрился один приемник взять, потом прибежал и второй взял. Вот у меня было два приемника, улыбается, думаю, что с ними делать. У меня лежали пластинки, хозяин выкинул, решил, возьму пластинки и пойду на базар торговать. Один приемник в сарай бросил, а другой у меня дома был. Короче говоря, пришли румыны, офицеры, два солдата и нашли приемник. Меня и еще одну девочку, Зою, поставил к стене. Офицер один раз выстрелил, но в стенку. Мы плакали, мол, это случайно попалось туда-сюда. А там жила одна молдаванка рядом, с ее мальчиком я дружил. Она, как увидела этого румына, подбежала, начала, а-ля-ля, по-молдавски, вцепилась ему в шею, что-то ему мурчало, потом потянуло к себе, и он махнул своим солдатам. Уходите. И вот это меня спасло. Вот так я один раз попал. Но я же такой, что нужно еще какую-то глупость сделать. И сделали. Не только я один, весь двор, и с Гоголя, и с нашего переулка. Рядом были склады строительные, а холод зима. Топить надо чем-то. Давай заниматься на дрова разбирать. Начали с полов, с окон, с дверей. Что можно было? С крыши сняли. А потом думали-думали. Уже там и взрослые были. Завалили эту крышу. Как они ее завалили? Она как рухнула, как будто бы бомба упала. Тут боевая тревога, румыны бегут, мы все в рассыпную. Я перескочил через этот завал, только текать по лестнице, а тут румын. А, комсомолец, коммунист. За шкирку меня и в полицию, на Красный переулок один. Посадили меня в подвал, но прежде повели к полицейскому, или как они там назывались. И двое этих, один начальник, а другой какой-то, начали ругаться, а потом как начали меня бить. Первый замахнулся, а я шустрый был, как-то вывернулся. Лучше бы он меня сразу ударил. И они меня как начали колотить. Я уже опрокинулся и вижу через решетку, аж там высоко, румын ходит. Пробыл я там сутки, а потом моя мама, которая поступила на работу в порт уборщицей, кушать же надо было что-то, начала плакать, то-сё, капитану порта. А он, видно, человек был более образованный, сказал своему сигуранту, который, как у нас, НКВД, поди скажи, чтобы мальчика выпустили. Какой он комсомолец? Он еще не дорос. Дайте ему, как следует, и выпустите. Вот так я избавился и от этого несчастья. Улыбается. А потом у нас во дворе трое дельцов надумали варить мыло. Фамилия их Денев, Алешин и Фокос. Поставили казан большой, начали варить, а у них не получается. Что делать, они не знают. Им говорят, а вы подойдите к Тольке, он к дяде Миша ходил. А дядя Миша варил мыло дома, и я у него бывал. Дядя Миша, что вы делаете? Мыло варю. Смотри, может тебе пригодится в дальнейшем. Мыло-то нигде не было. И получилось так, что он меня научил. А я как чувствовал, потому что ровно через неделю взорвали на Морозлиевской возле парка Шевченко здание НКВД. Там было все, румынское начальство, офицерство, и вот его взорвали. И румыны за каждого своего убитого хватали 50 человек, всех евреев поголовно. И дядю Мишу забрали бедного, повесили на ярмарной площади. Бедный старик. Так эти дельцы пришли ко мне, предложили. Ты же с дядей Мишей крутился, ты что-нибудь видел? Я говорю, видел. А ну расскажи нам, как это делается. Ну, я им кое-что рассказал, что у меня записано было. Они все загрузили в казан, и я начал варить. Мне тогда было 14 лет. Одна варка, вторая варка, не получается. Третья варка, не получается. На пятой я уже начал. Я не могу варить. Все, мне неудобно. И хотел уйти. Вари. В общем, на пятой варке у меня получилось. И я начал им варить мыло. Варил очень хорошо. Дошло до того, что я и туалетное научился делать. А как вы его делали? Из чего? Всевозможные жиры. Азяева ездили в Румынию на маслозавод и привозили оттуда все, что нужно. Каустик и так далее. А потом они разошлись. Двое открыли мыловарку на Малой Арнаутской, 72. Поставили там котел побольше. А я остался здесь. С Деневым работал. Прошел период времени, а он платил мне три марки в день. Другая хозяйка пришла ко мне. Толя, иди к нам работать, потому что мой пьяница распился, и мы горим. Еще недели пройдет, ни денег, ничего. Все заберет другой. Как говорится, каждый добивался своего. Тот второй хотел все заграбить. Так и сейчас, усмехается. Прихожу я к Деневу, говорю, все, я иду к другому. Вы мало платите, а тот мне обещает пять марок. А за пять марок я мог кое-что купить, потому что на привозе большой гусь стоил 15 марок. И кроме того, моя мама приходила, брала кусочки мыла там, где я работал. Но уже так, сколько оно стоило. Шла на базар, и там на 10 копеек дороже продавала и имела еще немножко с этого. Вот так мы и крутились. А сколько хлеб тогда стоил? Недорого. На марке все было дешевле. В тот период получилось так, что привоз расцвел. На каждом углу была бодега. Вино и варили, и продавали. Обжорка начиналась на Преображенской, а кончалась на Карла Маркса, ныне Екатерининская. Вдва ряда сидели старушки там, кто печет, кто варит. То есть начала расцветать частная собственность, которой мы не знали. Некоторые ездили по колхозам, или как они назывались, и торговали, привозили из Румынии. Вот так и жили. Тяжело было. Кто работу имел, тем было полегче. А так плохо. Когда румыны отступили, меня хозяева повезли на Молдаванку прятать, чтобы в Германию не увезли. Я поселился в Виноградном переулке возле Кинапа. Рядом с заводом был вход в катакомбу, и мы с одной девочкой убежали туда. Нырнули в этот вход, а оттуда стой на месте. Мы испугались. Спускайся тихо. Мы спустились тихонько. Там молодой человек с пистолетом и пожилой раненый. Кто вы такие? Мы тут живем в Виноградном переулке. Нам нужно, чтобы вы пошли к нашим. Надо сообщить. Здесь начальник их попался. А выйти нельзя. Везде румыны, вышки и так далее. Тамара побежала сообщить в одно место партизанам, а я скорее за йодом, бинтами и обратно. Вот так помогали тоже людям. Выжил тот раненый? Выжил. Говорит мне, завтра войдут наши, придешь ко мне туда-то. Ну, конечно, мы не пошли. Сделали хорошее дело, и все. А потом наши пришли. Семнадцать человек с нашего переулка забрали в армию, а я остался дома. Прошла неделя или две, я пошел сам, мне было семнадцать с половиной лет, и я пошел добровольцем. Отправили меня сразу в Николаев на пересыльный пункт. Там мы побыли, кажется, два или три дня. Потом пришли покупатели, и я попал в девятнадцатую воздушно-десантную бригаду, которая потом была переименована в двести девяносто девятый гвардейский стрелковый ордена Кутузова полк. Эта бригада сильно пострадала, когда наши брали Киев. Их выкинули на парашютах, многие потопились там. А потом наши войска пошли дальше, бригаду перебросили в Белоруссию, и я попал уже к ним, в Могилев. И вот я помню, как раз в этот день научили нас складывать парашюты и на самолет. А я пока дошел до самолета первый раз, я, наверное, десять раз писал. Ха! Ну, пацан, мне как раз тогда исполнилось восемнадцать лет. Посадили в самолет, фалой зацепился, чик-чик, вышибало стоит. Пошел, пошел, пошел. Только меня вперед, я назад. Он меня пихнул. Ха! Парашют как раскрылся, ой, красота! Как будто бы ангел летишь. И приземлился я на какую-то хату, те, как начали креститься. Не помните, что за самолеты это были? Не Дугласы? Да, да, да. Вот эти в основном. Ну, и после этого нас еще кидали, мы учились. Много я напрыгал, очень много. И ночные прыжки были. Какое личное оружие десантникам полагалось? Карабин. На четвертый раз, когда я прыгал, как ударился об этот карабин. Надо было его назад как-то убрать. Тут поход двадцатикилометровый, а у меня нога распухла. Старшина говорит, иди, наделал ты себе делов. Вот так. Прошло время, погнали нас в Польшу как раз под Сандомир. Пригнали, а тогда мороз был страшный, сорок градусов. Просили, чтобы нас поляки пустили в хату, а наши такие друзья нас не пускали. Ни за что. А нам что делать? Начальство. Ложись один к одному, ложись, ложись. И только ходят. Подымайся, подымайся, крутись, вертись, пока не дотянули до утра. А утром боевая тревога, опять самолеты и под Будапешт. Всю девятую армию туда перекинули. Наши вначале взяли Будапешт, Секеш-Фекешвар, Мор, Зирес, а потом начали отступать. Но измотались уже старики. И погнали туда всю молодежь. Вооружение какое-то другое сразу у нас было. Старший состав у всех автоматы, у артиллеристов карабинчики. При батальоне обязательно Катюша. В общем, то, что надо. А какое у вас было обмундирование? На ногах, наверное, ботинки с обмотками? Да-да-да. Сразу обмотки дали, потом ботинки. А я от них отказался. В первом же доме, в котором зашел командиром, нашел сапоги и надел их. Они мне понравились тем, что они страшно блестели. Смеется. Мне за эти блестели командир полка потом, когда мы шли, выговор сделал. Грязью хотя бы помазал, а то снайпер тебя первого заметит. Вот так воевали. Первый бой, помните? Это было днем под Болотоном. Очень сильный бой был. Немец против нас бросил 11 танковых дивизий СС и две власовские дивизии. Бросал листовки. Жукова в Берлин отдам, а Малиновского и Толбухина в Дунае утоплю. Потом пошли их танки. Наша артиллерия била-била, сколько могла отбивалась. Кое-какие танки проскакивали, их кончали, далеко они не проходили. Страшно было. Танки на танке летели, ой, доставалось. И мне доставалось, и всем. И бутылку швырнул в танк. Он переехал, а я бутылку шмальнул в него. Над вами прямо проехал? Да, они первые линии проскочили, а мы в окопах сидим. Мы же молодые были все. Ух, всем бутылки дали. А когда он прошел, я бутылку как швырнул ему в зад, он и вспыхнул сходу. А потом ребята его добили сразу. Долго там кипело все, конетель была неделю. И туда, и сюда, а потом как двинули их и погнали. Здорово гнали, только догоняй. Вспомнил, меня же там чуть не шарахнуло. Сижу я на броствере, а мадьяры лупят по нам и лупят. А у нас фронтовиков уже вырабатывалось чувство. Я определял, мой идет снаряд или не мой. Свистит? Это не мой. А как раз выкопал окопчик такой глубокий, и мы сидим, кушаем на броствере. Мой взводный, Андреев и я. Вдруг ни с того ни с сего, как свинья зарыкала. У-у-у! Андреев, видно, опытный был. Как только зашипело, он сам падает и меня за собой. Мы упали на дно, а снаряд рядом разорвался. Вот таких случаев много было. Ну и там у нас очень много погибло, ребят, потому что мы пошли вперед, а в нас стреляют все-таки. Неприятно, только разговаривал с ним, а его уже нет. Тяжело было. Я так вспоминаю, окопчик выкопаешь, сядешь там поглубже, как курица, а дождь на тебя льет. Шинелька маленькая, не хватает, чтобы укрыться. Тяжело было, очень тяжело. Вас бомбили? Конечно, и свои тоже бомбили. Он текает, а мы бегом за ним. И расчета нет. А утром в самолеты заходят, опа, и по нам. Пока ракету кинут, уже и на нас упадет парочка. Но там уже в этих странах меньше было авиации вражеской. Заняли мы какое-то село, трофеев набрали. Я в одной машине хватанул мешок немецкий, а там оказалось круглое что-то. Пришли, развернули, а это шоколад. Я еще шоколад в то время вообще не кушал, не знал, что это такое. Смеется. Короче говоря, все наелись шоколада, а тут команда. Воду не пить, вся вода отравлена. Венгры травили. Моего взводного Андреева уже поставили начальником штаба, потому что идем дальше, дальше, а люди сокращаются, и я был возле него все время. И вот пошли мы растянулись все. Сзади штаб, командир батальона, начальник штаба, потом связист с рацией, ну и с каждой роты представители. Андреев говорит, то ли набери воды, а то невозможно, надо напиться. Рядом какая-то речушка текла, там немцы побитые, мадьяры. Я котелочек взял, раз-раз сам напился, поднялся обратно на пригорок, прошел шагов десять, может меньше, и тут на штаб, как накрыли полностью. Положили всех. Не знаю, как я жив остался. Рядом со мной радист этот был, он за ухо держался, кровь шла. Мне что-то говорили, а я не слышал, не видел. Короче говоря, меня ошарашило. Вся спина у меня была в камушках, там видно грунт каменистый такой, оно пошло вверх и зацепило. Андреев поднялся, у него кишки вылазят, он бедный держит. Я не могу это говорить, не могу, вздыхает. Умер? Да, конечно. Сколько же там всего погибло? Ну, командиру батальона ногу оторвало, мой изводный, это самое, с животом, человек десять, двенадцать, вот такие дела. Потом мама прислала письмо, ой, господи, как мой Андрюша там, ну, пришлось написать, он из Ленинграда был. Как только мы перешли австрийскую границу, мадьяры все подняли руки, воевать не захотели. Все, там уже мы дело имели с немцами. Эти танковые дивизии отступали, а мы за ними. Спать нам не давали, днем и ночью вперед, 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 гнали, 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 гнали и догнали до каких-то гор, Альпы или какие там идут. Командир бригады говорит, ну, сынки мои, вперед, надо перемахнуть этот пригорочек. Ага, пригорочек, черт побери. На плечах миномет, двунога, разные приборы и подымаются бегом туда. Поднялись, видим город. Прошли немного в город, горит свет, играет музыка, фрицы гуляют. Танки наши пошли по трассе, а мы через этот город, чтобы перегородить немцам дорогу. Там она зигзагом шла все время. Мы спустились туда, а немцы поубегали. Музыка играет, пиво стоит, но мы сразу, знаешь, как солдаты, улыбается. Там был кинотеатр, мы с ребятами в кинотеатр, уже меня потянуло как-то, мое, говорю, сейчас будем кино смотреть. Заскочил туда, посмотрел, взял бобину, поставил, раз-раз, включил и попал на фильм, который я демонстрировал в Октябрьской революции, «Сиренада солнечной долины». А это был фильм, выпущенный перед войной по всей Европе. Давай пускать. Прибежал полковник, по морде мне как дал. Ёб твою мать, а если бы он заминированный был? Как-то я открещивался. Десять суток ареста. Я говорю, есть десять суток ареста. Смеется. Вот такое было. А местное население как к вам в Венгрии относилось? Как тебе сказать? Ну, нам тоже сказали, чтобы мы особенно не это самое, чтобы вели себя более-менее. Но как будешь, если я кухню вообще не видел? У меня был противогаз. Ну и что я противогаз носил? В противогазе у меня были яйца и то, что по дороге попадалось. А в дом заходили. Там на столе все. Яйца, сало, масло, хлеб. И никого нету. Мадьяры так себя вели. И у них, я даже удивился, вся земля, как будто бы это какой-то колхоз. Там беспрерывно дома стоят, огорожено все, поля свои. Такой вот. Так нас кормили только ночью. В окопах, когда уже были под Австрией, чаю хотя бы горячего, чтобы подвезли. А так мы и не видели его. Ну, а консьервы хоть выдавали? Какие там консьервы? Это уже потом было. Такой темп вперед и никаких. Молодежь. Благодарность получил. Начинает искать. Приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Шесть или семь приказов. Ну, награждений. Мне говорили, что у вас еще медаль за отвагу есть. Ха! Это первая моя, самая дорогая награда. За танк. Получается, тот танк на вас записали? Ну, там не только я один. Там и другие участвовали. Уже 8 мая командир собрал нас всех. Сынки мои дорогие, война вот-вот окончится, будете жить, как в сказке. Я как пришел домой, и эта сказка до сих пор идет у меня. Война для вас в Австрии закончилась? В Чехословакии. Дошли до Праги и все. Там остановились. Получилось так, что немцы стреляли, мы стреляли, а потом нам дали команду, что нужно не дать уйти группировке Мюллера и двум власовским дивизиям. Посадили нас на танки, на машины и за ними. Там трассы, ой, чтобы мы такие трассы имели. Наши как сыграли там Катюшами с двух сторон. А мы проскочили и вперед без остановки до самой границы. Окружили Мюллера, эти дивизии власовские, перекрыли их и все. И я видел, даже как командующего арестовывали Власова, его на машине везли. Мы кинулись на этих власовцев, а на нас ши, назад, назад, без вас разберемся, органы, хе-хе. Вы свое дело сделали, стоп-машина, а их построили на машины и в глубокий тыл, в Сибирь. Так война для них кончилась. А в Австрии как к вам население относилось местное? Я тебе скажу, что не особенно нам можно было гулять. Не разрешали. Вроде тихо, спокойно, особенно не сопротивлялись. А что им сопротивляться? Ясно все было. Было такое, что кого-нибудь из наших бойцов за мародерство, допустим, расстреляли? Было. Я видел. Это было частым явлением? Нет, я видел одного. А за что его расстреляли? Что-то он, видно, наделал там. У нас ребята были все хорошие. В нашу часть отбирали тщательно. Беседовали, наверное, два часа с каждым. Спрашивали про все. Что бы то ни было, все рассказывай. Подходишь вперед. Стоят. Старшина Зубов, Парнасов. Сидят. Фамилия неразборчива. Кошелев. Венгрия. 1 ноября 45-го года. Вы после этого еще Квантунскую армию громили? Да, немножко. Из Чехии сразу нас отправили под Москву в Муром. Там мы пробыли дней 10, а потом на поезд и на Дальний Восток. Но там бои были у нас не особенно серьезные. Кто отчаянией сопротивлялся, японцы или немцы? Японцы. Но им тяжело было, потому что туда техника пошла. Ой-ой-ой. Там спецподразделения такие были, как сыграли и с Катюш, и с Андрюш. Все перемололи. Мы только шли. Какой-то монастырь, помню, прошли и шли, шли, шли. А потом я сильно заболел и попал в 310-й госпиталь. Там меня оперировали. Я во время одного из прыжков сильно поранил себя в живот. Ударился сильно. Оно вроде бы прошло, а потом начало болеть. И уже все, я не мог кушать. А там еда плохая была. Варили чечевицу, горох, то, что было. А китайцы как к вам относились? Китайцы очень хорошо. Японцы в плен сдавались или нет? Сдавались, но очень редко. Это вояки проводят кулаком по животу. Харакири делали себе? Обалдеть! Тихо, спокойно. Вы курили на фронте? Да, курил, а потом бросил. Между прочим, бросил в госпитале. Я как раз вышел первый раз после операции и стоял, курил. А профессор, который операцию делал, подошел ко мне, по морде как дал. Так, я выпишу, чтобы тебе давали дворную порцию сахара. Смеется. Не кури, тебе нельзя. Что-то вас очень часто били. А я виноват. Я был как раз то, что надо. Парень отличный, крепенький такой, стройный, заводной. А заводной почему? Я же Адасит, я все песни пел им. Все. Вроде так. Зануда Манька, что ж ты задаешься? Подлец я буду, я тебя узнал. Я знаю все, кому ты отдаешься. Косой мне Петька правду рассказал. Зачем тебе я желтые ботинки, шелка и крепдышины покупал, менял форты на ленты и резинки. во всем тебе гадюка угождал. Вот в таком духе улыбается. 310-е ВЗ, 1947 год. Парнасов Анатолий Александрович лежит справа. У вас сейчас осталась какая-то ненависть к японцам, к немцам или к остальным захватчикам? Да как тебе сказать? Солдат есть солдат, и тот не хочет воевать, и тот не хочет. Японцы те нашпигованные, будь здоров, а все другие подчиненные. Иди вперед, и все, а там что Бог подаст? На фронте мы себя чувствовали хорошо, там врагов нету, воюем вместе, и все, один другому помогает. Во взводе даже фамилии не называли, фамилии называли только в тылу, а на фронте Вася, Петя, Толя. То есть дедовщины не было? Никакой. Каждый знал каждого способности. Идем так, Толя, давай, запивай. И пошло, поехало. Как вы к Сталину сейчас относитесь? Я сильно хорошо, с одной стороны, относиться к нему не могу, потому что моего дядю, когда мы жили в Кировограде, в 37-м году забрали, и будь здоров, так он и пропал. И мама скиталась, убежала аж в Одессу от этих дел неприятных. Только вот, если так честно сказать, в данное время у нас такой бардак в Украине, что хотя бы на неделю нам Сталина он бы навел порядок. У него такой железный характер был. Вот сказал это сделать, обязательно сделают, попробуй не сделать. Дисциплина должна быть везде. А отца вы больше не видели? Видел. Хочу рассказать. Получилось так. Я приехал, немножко прибарахлился, собрал немножко денег, мама мне пошила такой пояс, я туда деньги положил, что-то около пяти тысяч, и поехал в Москву, чтобы купить кое-что. Приехал и пошел в ГУМ. Мне говорят, ты иди за ГУМ, там очередь. Я пошел туда, вижу там очередь, и ребята записывают. Подхожу к человеку, говорю, запишите меня. А что вы хотите? Стиральную машину, холодильник и телевизор маленький. Тогда только маленькие были. Хорошо. Как фамилия? Я говорю, Парнасов Анатолий Александрович. Что-что? Парнасов Анатолий Александрович. Как так? А я тоже Парнасов. Слово за слово я говорю. У меня тут в Москве отец. Он посмотрел на меня. А как его имя, отчество? Александр Васильевич. Так это же мой брат. Целая паника. Он сразу по телефону звонит домой. Он тоже, видно, какой-то был шишкой или что. Говорит, мы все сделаем. Я домой позвонил, поехали ко мне, а потом к Саше. Я говорю, он маму бросил, я не хочу его видеть. Идем и все. Короче говоря, я к нему пришел домой, побыл немножко там. Идем, хотя бы посмотришь, какой он пуриц большой стал. Отец там тоже жил близко. Мы подошли. Я говорю, я не хочу. Посмотри, как он выйдет. Он вышел, машина подъехала. Он, как пурит, сел в машину и уехал. С тех пор я больше его не видел. Так с мамой проживал помаленько, и все. Как считаете, за счет чего мы победили в той войне? Своим характером. Мы были настроены не то, что сейчас. Что-что? А Йоська, Сталин, нас воспитывал что-что надо. Во-первых, я был очень комсомольцем в тот период. Да и все комсомольцами были. Война была очень серьезная. Это же надо было положить миллионы там. У людей настрой был сумасшедший. Мы мечтали побывать в Берлине. Не получилось. С одной стороны жалею, а с другой стороны, если бы я попал, я бы там и остался. Там очень много погибло. У нас было легче как-то. Наш командующий фронтом, Толбухин, до того нас берег. Страх и ужас. Может быть, из-за того, что 9-й армии была резервом главнокомандующего, Толбухина называли старичок. Он всегда вежливый был. Сейчас во многих фильмах показывают НКВДшников с пулеметами, которые сидят и стреляют своим в спину. Что можете сказать по этому поводу? Я такого не видел. Ниже нас никто не стоял. У нас была первая линия обороны, вторая, третья, извозчики потом. И всё. Может быть, там дальше что-то и было, но я этого не видел. Я много помню такого, что не могу рассказать. Я такое видел. Даже видел. Ну, если я скажу, так сейчас начнут. Как наших раненых? Не было пароходов, не было ничего. Что делать с ранеными? Что делали? Что? Кончали их и бросали в море. Видел, как мой сосед, морячок, такой шикарный парень. Они, видно, отступали последними, те уже сели, а он, он же дома, по сути, был. Хотел перепрыгнуть через забор и его убили. Это я всё видел. Румыны убили? Какие румыны? Наши. Так за что они его убили? Чтобы он не оставался. Всё уничтожали. Приказ был. А раненых-то зачем? А куда их девать? По домам разместить. Можно же было найти выход. Ага. Посмотрел бы, сколько понакидали в море, что они туда кидали, что аж видно было. Там же были склады. Что успевали, всё уничтожали. Делали, делали плохие дела. 9 мая 2016 года. Я всё жду, когда мне дадут квартиру. С 90-х годов стою на очереди. Шесть или семь губернаторов прошло, а я всё остался шестым. Всё время шестой, шестой, шестой. Интервью и литературная обработка Дмитрий Куриной Конец интервью. Читал Олег Лобанов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...